День Республики Как отмечает их руководитель Батр Мучаев, старое дорожное полотно на этом участке было не хуже, а где-то даже и лучше нового. Мы ехали из Элисты по старой дороге, по старому дорожному полотну. Качество вполне устраивает автомобилистов. Вызывает вопросы качества и самое основное это неоднородная линейность дорожного полотна. То есть постоянно какие-то, грубо сказать, машина идет постоянно как будто, знаете, дорожное полотно, как стиральная доска. Не только федеральная трасса вызывает вопрос, но и благоустройство общественной территории Аллеи Героев. Член общественной палаты Калмыки Александр Шеметов отмечает, что для такого объекта, лица города, нужен парадный нарядный вид. Учитывая, что это самый центр, можно сказать, туристическое место, можно было бы делать как-то сегментами. То есть не так вот, как они сделали, просто на всем протяжении сняли плитку, песка насыпали. И люди вот так вот, и туристы, и местные жители ходят по этому песку. Могли бы кусками делать. Это раз. Потом, опять же, налицо затягивание сроков строительства. Слишком долго делается. Во-первых, должно быть какое-то твердое основание, там, я не знаю, щебеночное или какое-то. А потом уже цементно-песчаная смесь. К этому месту нужно уделять более качество этого дорожного покрытия. Потому что я считаю, что, допустим, даже присутствие здесь таких вот бордюров, ну, как бы, ну, тоже вызывает сомнение, почему здесь такие бордюры простенькие очень. Во-вторых, вызывает сомнение, у меня вот такая плитка. Вот. Здесь бы я лично положил бы, во-первых, бордюры из натурального камня, гранит там или какой-то. И плитка должна быть, ну, по крайней мере, брусчатка, толстая. Она должна, ну, то есть она должна соответствовать назначению этого объекта. В оригинальном центре «Мой бизнес» обсудили актуальные проблемы, касающиеся определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Предприниматели Калмыкии узнали об упрощении процедуры и использовании электронных сервисов в сфере регистрации недвижимости. Были озвучены основные факты и выводы отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, а также меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Кадастровая стоимость, она действительно является важным фактором, влияющим на предпринимательскую деятельность. Потому что она влияет на сумму уплачиваемых налогов на имущество физических лиц, также влияет на размер арендов платежей, если мы говорим о муниципальном и государственном имуществе, да, и какие-то выкупные платежи. Оригинальное управление Россельхознадзора продолжает проводить аттестацию предприятий для включения в реестр таможенного союза. В этот раз аттестацию прошли два калмыцких производства. Одно изготовляет корма для кошек и собак, другое по получению и хранению шерсти. Как отметили в управлении оба производителя, по итогам аттестации соответствуют единым ветеринарно-санитарным требованиям Товожного союза. Корма для животных планируется экспортировать в Казахстан, а калмыцкая шерсть будет отправляться в Республику Беларусь. Управление Россельхознадзора напоминает хозяйшим субъектам, заинтересованным в экспорте продукции животного происхождения, о необходимости прохождения процедуры аттестации. Соответствие предприятия единым ветеринарным требованиям устанавливается путем проведения обследования предприятия по заявке в компоненте в ГИС Цербер. При этом работа производства должна быть заблаговременно построена в соответствии с нормативными документами Томоженного союза, ознакомиться с которыми можно на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз, вывоз, транзит», а также на официальном сайте Томоженного союза. Представители партии «Новые люди» заявили об участии в выборах Народного хурала Парламента Республики. При Центре Рея Калмыкия состоялся брифинг на тему выдвижения кандидатов от политической партии. В разговоре с журналистами региональных СМИ они осветили ряд вопросов касательно своего выдвижения на предстоящие осенние выборы. Лидер списка Гелена Ванькаева отметила, за долгий промежуток времени сокопился большой объем проблемных вопросов, которые нас, как жители Калмыкии, очень остро волнуют. Очень ответственное и волнующее, волнительное для нас мероприятие, поскольку сегодня Центральный совет партии «Новые люди» выдвинул нас как кандидатов от партии «Новые люди» на выборах Народных Урал 2023 года, в сентябре, которые состоятся. Хочу сказать, что для нас это мероприятие является очень ответственным, поскольку ранее политическая партия «Новые люди» не была представлена в парламенте калмыцком, и мы хотим стать первопроходцами в этом. До встречи в эфире.